Добрый вечер. В эфире программа новости Латвии. Сегодня в первый день лета в нашем выпуске. Цифра года. Население Латвии составляет миллион восемьсот семьдесят шесть тысяч человек. Что такое осень? Это увеличение счетов за тепло в два раза. То, чего с опаской ожидали автолюбители, свершилось. Рубеж в два евро за литр бензина преодолен. День защиты прав детей или как равнодушие может стать преступным. Об этих и других новостях подробнее. За год количество жителей Латвии уменьшилось на семнадцать с половиной тысяч человек. Что сопоставимо с населением целого города. Ну, например, Саловспилса. По данным Центрального статистического управления, на начало 2022 года в стране проживали миллион восемьсот семьдесят шесть тысяч человек. При этом смертность в два раза превысила рождаемость. В прошлом году в Латвии на свет появились семнадцать тысяч четыреста детей. Что стало самым низким показателем рождаемости за последние сто лет. При этом из жизни ушли тридцать шесть тысяч шестьсот человек за последнее столетие. Если не учитывать военные годы, такая высокая смертность наблюдалась только в девяностые годы прошлого века. В то же время из-за миграции население страны сократилось незначительно. В Латвию из-за границы приехали двенадцать тысяч семьсот человек, а уехали почти тринадцать тысяч. Чаще всего к нам перебирались из стран ЕС и Великобритании, больше шести тысяч человек. В два раза по сравнению с 2020-м прибавилось приезжих из стран СНГ. В прошлом году их было более трех тысяч. Почти семь тысяч приехавших – реэмигранты. Что до отбывших, то большинство из них, более восьми тысяч человек, эмигрировали в страны Евросоюза. Также значительно увеличилась эмиграция в Великобританию. Уехали две с половиной тысячи латвийцев, а это на тридцать пять процентов больше, чем в 2020-м году. А вот поток переселившихся в страны СНГ за год значительно снизился на сорок процентов. В управлении статистики отмечают, что население Латвии в возрасте пятнадцати шестидесяти четырех лет продолжило сокращаться. Средний возраст в Латвии составляет почти сорок три года. Практически во всех регионах страны каждый пятый житель старше шестидесяти пяти лет. Отмечается, что большая часть, или шестьдесят восемь процентов жителей – горожане. При этом в Риге и Рижском районе проживает более половины – пятьдесят три процента населения страны. По прогнозам предприятия Рига Силтум, сцена мегаватт-часа теплой энергии нынешней зимой может достичь ста пятидесяти шести евро. В таком случае среднему рижанину отопление жилья площадью в пятьдесят квадратных метров обойдется ежемесячно примерно в сто сорок пять евро. По этой причине департамент благосостояния Рижской думы ожидает притока клиентов, просителей пособия до пятидесяти шестидесяти процентов от общего числа населения. 49 процентов капитала Рига Силтум принадлежат Рижской думе, еще без малого 49 процентов – латвийскому государству. Прибыль за 2019-2020 финансовый год составила почти 16 миллионов евро и возросла сразу в 12 раз. Но, оказывается, это фокусы финансовой отчетности, и все 15 миллионов ушли на погашение убытков. А вот прибыль за последний, 2020-2021 финансовый год составила 5 миллионов 374 тысячи евро. И все эти деньги по решению акционеров, то есть государство и самоуправление, направлены на развитие предприятия, а не на социальные нужды рижан. Почему? Прибыль прошлого 2020-2021 финансового года направлена на развитие. И это развитие означает, что мы прерываем использование российского газа. Не поддерживаем Россию, но строим котельные, которые будут действовать на основе биогорючего. Не установив эти котельные, направив деньги на социальные нужды, мы продолжим быть зависимыми от российского газа. Сейчас на основе щепы получают примерно треть рижской теплоэнергии, а остальное на газе. После ввода двух новых котельных соотношение изменится половина на половину, но и все. Зависимость Рига Силтумс от газа остается существенной, а на этом рынке царит полная неопределенность. Цена газа определяется его стоимостью на бирже, и тут вряд ли помогут даже обещанные новые терминалы сжиженного газа. В будущем, если будут все три терминала в Эстонии, Латвии, Литве, тогда обязательно будет какая-то конкуренция. Соответственно, в условиях конкуренции цена может и измениться, но пока таковой нет. Исходя из прогнозов, предприятие Рига Силтумс уже представило регулятору общественных услуг проект нового тарифа на тепло, который с 1 августа должен возрасти с нынешних 74 евро за мегаватт-час до 86 евро. Но это не предел. Дальнейший скачок может быть до 156 евро за мегаватт-час. Для потребителей это означает, что стоимость отопления квартиры площадью в 50 квадратных метров вырастет до 145 евро. А поскольку акционеры Рига Силтумса, государство и самоуправление прибылью делиться не собираются, то дорога рижанам одна за социальным пособием. В департаменте благосостояния прогнозируют, что число их клиентов может вырасти до 60% от общего числа жителей Риги. Впрочем, и это поможет не всем. Если я одна проживаю в трехкомнатной квартире, и самоуправление оплачивает только нормированную сумму за эту квартиру, то, наверное, и мне самой надо взять на себя ответственность за то, что я могла бы разменять эту трехкомнатную квартиру на однокомнатную. Юрий Розин, Эдис Картуньч, Латвия Зинес. Стоимость бензина в Латвии превысила 2 евро. На многих заправочных станциях страны цена на бензин 95-й марки перескочила планку в 2 евро уже накануне, и на сегодняшний день эта цифра составляет 2 евро 4 тысячных цента. Топливо с более высоким октановым числом превысило отметку 2 евро еще на выходных, а стоимость 98-го бензина составляет 2,44 тысячных. Цены на дизельное топливо тоже растут, но пока колеблются в районе евро 89 центов за литр. Значительное влияние на стоимость топлива в нашей стране оказывает глобальная ситуация в мире. Как сообщалось ранее, нефть марки Брент на лондонской бирже превысила 122 доллара США за 1 баррель. На следующей неделе в понедельник планируется отметить 25-летие попытки взорвать памятник советским воинам-освободителям Риги. Мероприятие организует национальное объединение Тайснигумс, члены которого напоминают, что при неудачной попытке взрыва мемориала в 1997 году погибли два человека, а еще почти 10 получили тюремные сроки. Рижской думе сообщают, что самоуправление получило заявление на это мероприятие, и на данный момент муниципалитет не располагает информации, которая бы запретила проведение данного мероприятия. Необходимо напомнить, что члены нелегальной организации Перконкрустс неоднократно пытались взорвать мемориал в Задвинье. Во время последней попытки подорвались двое человека, а во время следствия выяснилось, что члены организации совершали и другие преступления, дважды взрывали теплотрассы Рига-Силтумс, чтобы снизить тарифы, а также распространяли тексты, разжигающие национальную и расовую ненависть. Эмоциональное и физическое насилие в семье, в школе, сексуальное домогательство. Как часто дети оказываются жертвами таких обстоятельств? Точной статистики нет, но все случаи не только не доходят до сведения полиции, но и родители подчас не знают, что происходит с их ребенком. Хуже, когда окружающие, которые становятся свидетелями подобных случаев, стараются отвести взгляд и не вмешиваться в ситуацию. Сегодня, в Международный день защиты детей, хотелось бы напомнить, что равнодушие может быть не менее преступным, чем само преступление. Тему продолжит Татьяна Коваленко. Это случилось совсем недавно. 9-летний школьник возвращался со спортивной тренировки домой. Ранний вечер пассажиров в автобусе еще довольно много. Маршрут ребенку хорошо известный. Сын не первый год занимается спортом. Рассказывает, мама мальчика сам ездит на тренировке. Как-никак, 9 лет вполне уже самостоятельно и посчитали родители. Только ситуация на этот раз оказалась совсем не рядовая. В районе 7 часов он возвращается. Он едет всегда одним транспортным. 15-й автобус. Он же с одной остановки до другой, до самого дома. Насколько я понимаю, мужчина пытался его вытащить за собой. И, наверное, удалось вытащить его из автобуса. Все, что произошло в тот день, Вия знает исключительно со слов одного из свидетелей происшедшего. Мальчик находился в автобусе на площадке у самых дверей. Что за инцидент мог произойти между ним и незнакомым мужчиной? Почему и с какой целью тот пытался вытащить ребенка из автобуса для Вии с мужем? Так пока и остается непонятным. Он ничего не рассказывал. Он вообще, если по правде, я думаю, что, может быть, он просто в себе где-то это спрятал. Потому что он говорить об этом вообще не хочет. Но когда я пришла домой, он, конечно, очень напуган был. Он плакал. Он видел меня сразу плакать начал. Беспокойный был. Но я так понимаю, что он с этим мужчиной даже не разговаривал. Он просто его вытащил. Наверное, стоял возле дверей где-то. Больше всего в этой ситуации поразила Вию полнейшая равнодушие пассажиров автобуса. И это несмотря на то, что ребенок кричал и плакал. В чем бы конкретно ни заключалась ситуация, должны же были взрослые как-то вмешаться, считает мать мальчика. Из всех свидетелей происшествия на крик ребенка отреагировали только двое. Причем совсем молодых людей. Помог молодой парень один, который обратил внимание, что мальчик плачет и сопротивляется. И он помог ему вернуться в автобус. И девушка неравнодушная, десятиклассница, она проводила его до дома. Позвонила нам. Я не была дома, я была на работе, но она звонила с телефона сына. И сказала, что... Я сначала подумала, что он потерял телефон. Я думаю, люди, может быть, хотят возвратить. Ну и она, конечно, тоже была очень напуганной. Говорит, что вот такое произошло. И что она предложила свою помощь. Мальчик согласился, что она проводит его. Полиции говорят, что подобные случаи происходят нечасто. Но о каких-либо подозрительных действиях взрослых в отношении детей все же стараются сообщать. Да и в СМИ нет-нет попадает информация. Действия злоумышленников могут носить и скрытый характер. Окружающие не всегда и догадываются о происходящем. В таких случаях ребенку обязательно нужно привлечь к себе внимание. Когда против ребенка совершается насилие, или когда у него пытаются отнять какую-то вещь, или что-то в таком духе, самому ребенку необходимо привлечь к себе внимание окружающих. Это первое. Кричать. Но нередко в средствовой ситуации, когда есть опасения за свое здоровье и жизнь, дети, да и не только дети, но и взрослые, зажимаются и не способны сопротивляться. Вмешиваться кому-то со стороны в ситуацию или не вмешиваться, вопрос может не всегда однозначный, говорят в полиции. Все зависит от случая. Если возникает реальная угроза жизни, еще и не каждый смельчак рискнет. Но окружающие в любом случае могут серьезно помочь, если не отвернуться от происходящего. Наберут хотя бы номер полиции. Чем быстрее полиция прибудет на место, тем быстрее удастся найти и задержать человека. Но довольно часто полиция просит поддержки. И если ради собственной безопасности вы избегаете вмешательства в конфликт, полиция просит хотя бы сообщить, где это произошло, чтобы была возможность как можно скорее задержать его где-то в окрестностях. В госполицию поступает немало звонков о различных подозрительных ситуациях, особенно связанных с детьми. Все сообщения, говорят, не остаются без внимания. ВИЭС с мужем тоже обратились в полицию, составили заявление. Пока там проверяют все обстоятельства дела. Если кто-то еще из свидетелей той ситуации с мальчиком все же решится откликнуться, просьба звонить по номеру 110. И не стоит забывать, что равнодушие тоже может быть преступным. Да и еще чужих детей не бывает. Татьяна Коваленко, Арсен Абисадзе, Латвия Зинес. Движение Пилса Атацилакием не выдержало. Не дождавшись обещанных улучшений, активисты сегодня к вечеру собрались на шествие протеста. Как говорят организаторы мероприятия, нынешний состав Рижской думы находится у власти более полутора лет. Но обещанных изменений не видно. Активисты указывают, что перед выборами политики активно рекламировали себя и обещали улучшение городской среды и повышение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения. Однако в настоящее время строительство новых пешеходных переходов в городе идет медленно. Никаких специальных мероприятий по уменьшению транспортного движения в этом году не планируется. Реализуются или планируются проекты с неудачной и даже опасной для пешеходов и велосипедистов инфраструктурой, такие как тоннель под улицей Лачплиша возле улицы Масковос. Нет никаких планов по превращению улицы Терботес в пешеходную. Велосипедная дорожка на улице Чака в одном направлении ликвидирована без альтернативы и так далее и тому подобное. Маршрут сегодняшнего шествия символичен. От Ратушной площади, где находится Рижская дума, до улицы Дертрудес, где расположен департамент сообщения. Наш выпуск завершен. Мы благодарим вас за внимание и прощаемся до завтра. Всего самого хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова